Здесь уже 98% работ произведено, даже плинтуса сделано. Корпус с номерами для проживания. Здесь осталось только навести красоту. С самих росписей на стенах в каждом номере, ну их порядка там 80 разновидностей. Вот такого плана художники исполняли этот, например, рисунок аэрографами. На мой взгляд, очень эстетично. В новом корпусе смогут отдыхать и лечиться 150 ямальцев. Настолько койко мест рассчитано на здание. В старом было в два раза меньше. Его построили 65 лет назад, и хоть оборудование внутри новейшее, помещение морально устарело. Например, не хватало бассейна. Теперь он будет. Погружаться в воду смогут даже пациенты с особенностями здоровья. Это рельсовая система, которая обеспечит возможность доступа маломобильным гражданам в чашу бассейна. И, скажем так, будет создавать для них имитацию плавания. Бассейн – это как раз то чудо, которое мы ждали, на которое возлагаем большие надежды. Многие процессы автоматизируют. Знаменитая лечебная грязь из озера Большой Тарасколь будет поступать в процедурную по трубам. Подогретое. Раньше все приносили вручную. Новое оборудование уже на подходе. Закупочные процедуры уже в настоящее время ведутся. И так как планируемые даты завершения – это декабрь 2023 года, мы аккумулировали все силы, чтобы максимально в короткие сроки завершить укомплектование нового корпуса. Каждый день на обедке трудятся больше ста человек. Снаружи осталось только благоустроить территорию. И скоро новый корпус площадью почти 20 тысяч квадратных метров будет готов принять ямальских отдыхающих. Марина Осколкова, Александр Суворов. Время Ямала. Тюмень.